Дашенька, скажите, что приводит, что женщин приводит в ополчение, то есть какие мотивы того, что стали на защиту народа? Ну, скажем так, женщин, да, здесь немного это странно, у всех вызывает интерес, но склад ума у людей тоже очень разный, особенно у женщин. Когда включаются мозги, когда люди что-то понимают, и ты осознаешь, что вот на твою землю, где вы всегда спокойно жили, работали, никого не трогали, по большому счету, приходят захватчики. Мотивируя это, дескать, тем, что мы вас пришли освободить, тем не менее, накрывают нас артиллерией, просто бомбят откуда-то далеко, сидят у себя в укрытиях, грубо говоря, так смешно сказать, по бункерам, и высовываясь так посмотреть, хорошо накрыло или нехорошо накрыло, сколько людей полегло. Мне, например, не нравится то, что они пришли сюда, мы их не трогали, они сами пришли к нам с войной, и в принципе, защищать свою территорию, наверное, это нормально, может не для всех, но для меня это нормально, и несмотря на то, что там есть девушка, в армии вообще нет женщин, в армии есть солдаты, бойцы. У меня желание, чтобы их здесь не было, они дали нам спокойно жить, мы хотели отделиться, создать республику. Автономию? Ну да, автономию, быть отдельно от них, их настроек в политике, здесь население не устраивали, да, просто хотели отделиться, нам не дали, нам не дали, пошли на нас с войной. Жестоко, некрасиво, это фашизм натуральный, как бы не признавали это слово, какое бы оно там громким не было, но это так и есть. Вот поэтому я здесь, я хочу, чтобы моя семья жила нормально, у меня мама не может пойти сюда воевать, у нее есть за кем смотреть, есть еще маленький брат, она его бросить не может и пойти сюда. Да, у меня есть старики, они уехать не могут, да и зачем, по какой причине они должны уезжать со своей земли, они здесь родились, прожили всю жизнь и бежать куда-то. Нет, они хотят жить спокойно, воевать они не могут, поэтому защищать их мой долг. Дашенька, а кто по профессии, можно узнать? Ну, по образованию я маркшейдер, то бишь горный инженер, скажем так, горный геодезист, если так будет понятнее. Человек, работающий в шахте, у нас вообще здесь области такие, весь Донбасс у нас либо шахты, либо заводы. А сколько вам лет, Даша? 23. Я, конечно, уже, например, родилась после развала Советского Союза, вот, но, скажем так, идеи социализма мне, например, были бы ближе. Как бы сейчас многие не говорили, там, хает, конечно, Советский Союз, но хает всегда то, что было, попробовали бы они его хаять тогда. Не нравится, недовольны, а что плохого-то было? Жили-то ведь хорошо, я почему-то не слышала ни разу, ни от каких-то дедушек, бабушек, даже от своих родителей, что плохо жили. Жили замечательно. Все было, все было доступным. Да, были, может, какие-то ограничения, но, если честно, мое мнение, большое изобилие и, скажем так, возможность огромного выбора ассортимента только к хаосу приводит. У людей тогда глаза разбегаются, не знаем, чего хотеть, чего желать. Ну, это потребительское отношение к жизни. А когда вот есть четко и конкретно, ну, можно сказать, так легче, может, так правильнее. Даша, а как Вы считаете, скоро ли на Донбассе наступит желаемый мир и скоро ли наши политики, вся эта четырехсторонняя группа смогут прийти к какому-то консенсусу и оставят Донбасс в покое, автономии, либо федерации, пусть даже в составе Украины? Да, ну, это одному Богу известно. Здесь вообще трудно чем-либо судить, какие-то прогнозы ставить глупо. Во-первых, до конца всего мы, например, не знаем. Политики знают поболее. Как это обычно делается, в массы пускается только та информация, которая выгодна, которую позволяют знать народу. Вот это безопасно, вот это Вы знаете. А вот это Вам лучше не знать, это мы лучше у себя так притаим, прибережем, а там выплывет, не выплывет. Ну, главное, чтобы не узнали. Как оно будет, не знаю, по крайней мере, своих позиций мы точно не сдадим. Здесь люди все настроены, чтобы идти до конца. Наша территория должна остаться нашей и в какой форме, возможно, мы будем республикой, возможно, я не знаю, как там решат, присоединимся к России в качестве федерации, либо, да, вот как на автономных правах в нее войдем. Но все равно республики будут, и они останутся. Обратно в Украину мы не вернемся. Это, ну, просто как бы изначально нереально. Усиленные обстрелы, может, прекратились, но все равно они продолжаются. С периодичностью продолжаются, но периодично, но постоянно. То есть, каждый день к нам что-нибудь в тот или иной квадрат прилетает, артиллерия у них все же работает. Я не знаю, с чем это связано. Может, у них там просто они периодически выпивают, им там пошалить хочется, либо они это делают умышленно. Но обстрелы не прекращаются. АБСЕ постоянно твердит о том, что ополченцы тоже нарушают перемирие, якобы со стороны ополчения тоже прилетают снаряды. Так ли это? С нашей стороны не прилетают. А нам запрещено, и мы эти приказы выполняем. Они нас провоцируют. Они таким образом, да, провоцируют, желая, чтобы мы открыли ответный огонь. Но, к сожалению, у нас руки связаны. Мы не можем этого себе позволить. Но они почему-то могут. У ополчения есть понимание того, что если они откроют огонь, то это обязательно будет зафиксировано, правильно? Конечно. Сразу скажут, какие мы плохие, нехорошие, как мы нарушаем минские соглашения. Вот здесь все такие из себя террористы. А вот почему-то, когда открывают огонь, они об этом нигде не указываются. Об этом все тихо, мирно молчат. Ну, то бишь, все хорошо, они паиньки, никто у них не стреляет. И вообще у нас, наверное, у всех повсеместно глюки. В голову всем вбили, что мы здесь террористы. Что у нас здесь мы оккупированы русскими. Да. Что они нас жестоко истязают здесь. И вот нас нужно от них освободить. Ну, какие здесь террористы? Боже мой, обычные трудяги, если так можно выразиться. Это те же бывшие шахтеры. Те же работники заводов, которым сейчас просто деваться некуда. Война все-таки. Они воевать пошли. Уже как бы не до работы на шахтах и на заводах. Тем более сейчас практически ничего-то не работает. Ничего не осталось за шахты. Да практически все разбомбили. На любую, какую ни возьми, хоть один снаряд да прилетал. Все уже не рабочие террористы. Ну да. Ну, им это просто внушают. Они этому всему слепо верят. Всему, что говорят по телевизору. У них в новостях была дома в увольнении. Как-то включила канал. Очень долго смеялась. Да колик в животе. Что они там говорят. Это действительно смешно. Но это мы здесь понимаем, что это бред. Они в это слепо верят. В то, что здесь русская оккупация, да? Именно поэтому они и идут сюда с нами воевать. Вы здесь встречали в ополчении, вот, я так поняла, что вы давно уже в ополчении, вот, именно кадровых военных русских? Кадровых военных? Ну, это людей, которых направила сюда российская власть для, там... Я понимаю, нет, нет здесь таких, какие у нас кадровые военные. У нас здесь, скажем так, военные самоучки, которые уже по ходу войны чему-то обучились. То бишь, обучались уже в военных действиях, по ходу. Вот они стали нашими, скажем так, отцами-командирами. И уже теперь обучают нас. А кадровых военных? Ну, не знаю, по крайней мере, я точно таких не встречала.